Сегодня мы поговорим о попытке уничтожения воробьёв в Китае и что из этого вышло. По материалам многих источников, кампания по уничтожению воробьёв в итоге привела к массовому голоду и вошла в учебники по экологии как пример нарушения человеком экологического баланса. В конце 50-х, начале 60-х годов китайское правительство проводило политику большого скачка, которая должна была обеспечить стране резкий подъем экономики. Местные зоологи посчитали, что из-за воробьёв Китай теряет огромное количество зерна, которым можно было бы прокормить 30 миллионов человек. Согласно плану, снижение численности птиц должно было привести к повышению урожайности. Компания против воробьёв приняла массовый характер. Вначале птиц пытались травить и отлавливать силками, но такие меры оказались малоэффективными. Тогда был применён способ, основанный на том, что воробьи не могут находиться в воздухе больше 15 минут. Люди не давали им сесть, воробьи падали на землю и их убивали. К концу 58-го года количество воробьёв Китая уменьшилось с 2,5 миллиардов до полумиллиарда. Однако урожай в следующем году не сильно повысился, а ещё через год он был полностью съеден насекомыми вредителями. Оказалось, воробьи выступали их естественным регулятором в экосистеме. В итоге кампания по истреблению воробьёв стала одной из причин великого китайского голода, который поразил страну с 1959 по 1961 год. По разным данным, от голода погибло от 15 до 36 миллионов человек. Эту информацию можно найти во многих популярных книгах. Согласно тем же источникам, когда китайцы поняли свою ошибку, стали завозить вагонами воробьёв из других стран и благодаря этому восстановили их популяцию. Последнее утверждение, по мнению Антона Барановского, ошибочно. Дело в том, что при массовой перевозке птиц на огромные расстояния большинство из них обречены на гибель из-за нарушения требований перевозки, подробности которых мы сейчас сдаваться не будем. По данным о современных перевозках, с нарушением требований из 1000 особей остаётся 200-300 штук. Остальные, если и выживают, то нуждаются в длительной реабилитации в нормальных условиях. При массовой перевозке в Китае, скорее всего, было множество нарушений, так как без них большое количество перевезти сложно. Насколько быстро из оставшегося количества может восстановиться популяция? Очевидно, не скоро. Но в большинстве источников указано, что популяция восстановилась в течение нескольких лет. Теперь посмотрим, как популяция могла восстановиться сама без привоза птиц. Как мы уже ранее сказали, после уничтожения осталось 0,5 миллиарда. Для восстановления исходной численности она должна была вырасти в 5 раз. То есть каждая пара должна была дать 8 птенцов. Потенциально воробьи весьма плодовиты. И в идеальных условиях в средней полосе России возможно получение 12-15 потомков в год от одной пары. В Китае климат более теплый и репродуктивный период воробьев более длинный. Поэтому 12-15 птенцов от пары более вероятно. Нетрудно увидеть, что при этих исходных данных становление численности без привозных птиц может произойти в течение года. Посмотрим результаты расчетов на основании более реальных показателей репродуктивности с учетом смертности. В Рязани с 1998 года было несколько сильных спадов численности, после которых она почти восстанавливалась до первоначального уровня. Периоды роста численности до очередного спада могли составлять от 1 до 3 лет. При этом численность в год увеличивалась в 1,5-2 раза, т.е. на одну пару приходилось два выживших потомка. При увеличении количества в 2 раза в Китае численность должна была увеличиться за год до 1 млрд. За два года до двух. Но репродуктивность Китая была, скорее всего, выше. Таким образом, местная популяция могла восстановиться без участия завезенных особей. Последние изогибели при перевозке не могли значительно увеличить рост популяции. К тому же такой завоз фактически уничтожал воробьё в тех пунктах, где их отлавливали для транспортировки. Мы рассмотрели восстановление популяции в Китае в условиях изоляции, что природе нереально. Воробьи далеко не столь оседлые, как это принято считать. У монографии о полевом воробье, которая вышла в 1981 году, содержится информация, что окольцованных в Ленинградской области птенцов затем отлавливали во Франции и Германии. Таким образом, даже при полном истреблении популяции, численность воробьёв могла восстановиться за несколько лет за счет миграции с соседних территорий и дальнейшего размножения на новом месте. Вывод. Популяция воробьёв в Китае, скорее всего, в основном восстановилась за счет оставшихся воробьёв, а также миграции с соседних регионов. А завоз воробьёв из других стран был ошибкой, которая привела к дополнительному уничтожению этих птиц в других странах. На сегодня всё. В следующий раз поговорим о различии домового и полевого воробьёв. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok